Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Барнауле продолжают ремонт дорог по проекту «Безопасные качественные дороги». Как идет работа на улице «65 лет Победы» узнаем в выпуске. Завершилась Алтайская неделя моды. Свою коллекцию представила и дизайнер из Бийска Наталья Звягина. Ситуация с паводком нормализовалась в Алтайском крае. В немецком национальном районе продолжаются работы по ликвидации его последствий. А жителям выплачивают компенсацию. 319 жителей района оформили документы для получения компенсации по подтоплению. Большинство из них средства получило уже на свои расчетные счета. По двум домам, не подлежащим восстановлению, документы оформлены, ожидается решение. Всем спасибо за терпение, всем спасибо за сопричастность и нервную душу к ситуации в районе. Нормализуется ситуация и в Михайловском районе. Во время паводка там было подтоплено более тысячи домовладений. Выплачено около 278 компенсаций тем жителям, в чьих домах вода поднималась выше пола. И около 450 компенсаций тем, у кого вода заходила на участки. 362 сантиметра. Такой уровень воды в реке Бурла Хабарского района. Это на 35 сантиметров ниже критического. Ситуация нормализовалась. Подтопленных домов и участков нет. Сейчас администрация района ведет прием документов от жителей на оказание материальной помощи. В Управление социальной защиты по населению по Хабарскому району уже обратились 54 человека. Барнаульские дорожники продолжат работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке улицы «65 лет победы» в краевой столице. Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание на объекте. Дорога крупная и в части финансирования порядка 250 миллионов. Объект переходящий, он идет с прошлого года. В прошлом году было здесь освоено порядка 40 миллионов. И вот эти 200 миллионов будем осваивать в этом году. Будем ускорять производство работ. На совещании отдельное внимание было уделено организации дорожного движения на период проведения работ. Вопрос находится на особом контроле в администрации города и профильном комитете. Добавлю, в прошлом году дорожники демонтировали старое дорожное покрытие на участке от улицы Сергея Семенова до улицы 280-летия Барнаула. Разработали грунт для устройства дорожной одежды и ливневой канализации. А также проложили трубы ливневки. 35 дизайнеров из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Томска, Междуреченска и Республики Алтай участвовали в Алтайской неделе моды. Свои коллекции представили около 20 брендов на конкурсе фэшн. Среди организаторов конкурса – бийский дизайнер Наталья Звягина, которая организовала модельный бизнес вместе с дочерью. От торговли импортными кофточками до создания своего бренда одежды. Наталья Звягина путь в предпринимательство начинала в лихие 90-е годы. Поначалу торговала одеждой из-за границы, потом продавала компакт-диски, канцелярию и другие товары. После был долгий перерыв. А во время пандемии Наталья решила вместе с дочерью основать свой бренд одежды. Наталья активно сотрудничает с модельерами-конструкторами. На заказ не шьет, так как считает, повторить образ не получится. Ее коллекции становились лауреатами многих всероссийских и международных конкурсов и показов. В этом году Наталья в третий раз стала одним из организаторов конкурса. Наверное, это нам дало возможности. То, что мы узнали много новых людей и о нас узнали много. То есть вот эти приглашения, которые мы получаем из городов Тюмень, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Евразия. То есть первое приглашение, когда мы получили сразу после того, как мы победили, это были они. Просто кто-то позвонил из девочек, говорит, вот мы бы хотели вас пригласить. Откуда узнали, да, увидели. Увидели фотографии где-то случайно, то есть нашли. Ну, это дало возможность, да, теперь ездить по городам, маленечко себя, грубо говоря, представлять. В разработке костюмов Наталья активно помогает ее дочь София. Они вместе придумывают модели, подбирают ткани. София обучается в Алтайском государственном университете по направлению цифровой дизайн. Знание графических редакторов очень пригодилось девушке. Я не работаю с вдохновением. У меня есть задачи, которые нужно реализовать в какой-то проект, в каком-то мероприятии. И просто то, что как-то опыт, насмотренность и количество, например, каких-то определенных тканей. Я понимаю, вот этой ткани много, из нее можно сделать там платье. Этой ткани мало, из нее делаем, например, головной убор. В этом году Наталья член жюри модельного конкурса. Но и о своих модных заслугах не забывает. Бренд Натальи также активно сотрудничает с модельными агентствами. Модели рассказывают, с Натальей им нравится работать. Но я очень рада участвовать в этом году, потому что это достаточно знаменитый дизайнер в Алтайском крае. Наталья Звягина будет жюри на конкурсе дизайнеров. Я буду очень рада участвовать в демонстрации ее образов. Пока что Наталья шьет коллекции для показов. Но в дальнейшем хочет наладить производство одежды. Как рассказывает модельер, для нее это эксперимент. Также в планах у нее открыть магазин собственной одежды. Анна Москаленко, Марина Семичева, Илья Алексеев. Новости. Новые гибридные модели автомобиля «Черри» прошли свыше 5 миллионов километров дорожных тестов. Кроме того, перед выводом на российский рынок, такие модели продаются и эксплуатируются на внутреннем рынке Китая. И вот теперь они появились и в барнаульском автоцентре АНТ. Мой коллега Егор Матаев расскажет все подробности о новых авто. В ноябре прошлого года «Черри» одновременно вывела на российский рынок сразу два гибридных кроссовера. «Тига 7 Про» и «Тига 8 Про». Полное название у моделей – плагин «Гибрид». Иными словами, это современная технология, которая объединяет преимущества гибридных автомобилей и автомобилей с ДВС. Обе гибридные модели представлены в барнаульском автоцентре АНТ. Также в автоцентре АНТ представлена еще одна модель «Черри Тига 8 Про» гибрид. И сейчас мы с огромным удовольствием проведем тест-драйв этого красавчика, ну а я поделюсь своими впечатлениями. Переднеприводный «Черри Тига 8 Про» плагин «Гибрид». Идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии, стиль и комфорт. Под капотом здесь присутствует полуторалитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ДВС работают два электромотора общей мощностью 88 лошадиных сил. Таким образом, суммарная мощность достигает 235 лошадиных сил. Итак, «Черри Тига 8 Про» имеет три режима движения. Только бензин, только электричество и смешанный режим. Ну и, конечно же, еще есть преимущество. Хочется сказать, что он совершенно беззвучный. То есть, абсолютно беззвучное передвижение. Ну и, конечно же, мощное ускорение. Сейчас я попробую это сделать. «Черри Тига 8 Про» плагин «Гибрид» не зависит от зарядных станций. При разряде батареи он может ехать как обычный автомобиль с ДВС. Батарея заряжается как от электросети, так и от ДВС. Пожалуй, это лучшее экономичное решение как для ежедневного использования в городе, так и для дальних поездок. Максимальный пробег при полной заправке одного бака и заряженной на 100% электрической батареи в режиме трасса составляет до 1000 километров. Ко всему прочему, передние сиденья с электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, панорамная крыша с люком, система панорамного обзора, голосовой помощник, система предупреждения опасности при открытии дверей и о заднем перекрестном столкновении, система мониторинга слепых зон, ассистент удержания в полосе, система помощи при движении в пробках и очень много других интересных и полезных функций. Если вы планировали покупку нового автомобиля, цена Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid от 3 749 000 рублей, а автоцентр АНТ находится в Барнауле по адресу Павловский тракт 249 Е. Егор Матаев, Алексей Михайлов. Новости. К этому часу у меня все. Больше новостей смотрите на нашем официальном сайте. До свидания.